Смотрите, как елки грузят. Вон линия стоит и идет все в трейлер. Там походы вручную, потом догружают. Потом весь трейлер в этих колючках будет. Надо будет отмывать, подметать. Ну, запах приятный. Подогревает то, что осталось со вчерашнего дня. Это я в ресторане заказывал макароны. Осталось с собой, забрал. Реально большую порцию это положили. Там ребята пишут, почему ты готовишь траки, типа, что они... Вон Владимир Шевер, типа, хавает по ресторанам. Я то по ресторанам хаваю, вам не нравится это. То готовлю здесь хаваю, не нравится. Непонятно, никак не угодишь, короче. Где тут сейчас я рестораны иду? Удачи, вот так будет деревца, блин. Пипец, играм дофига, блин. Нелегалы, блин, залезли в трейлер. Что, закончились деревья? Короче, вот так по ленте все идет. Засрали мне трейлер конкретно. Смотрим, что там будет. Завтра будет. Наступают на эти елки, а дети потом будут вокруг елок бегать. Вот так. Всю эту красоту грузят, пока это дойдет. А это вот пока все черная работа. Елки-дут, а мексиканцы остались внутри трейлера, блин. Блин, цикамонки. Привезу пару мексиканов нелегалов. Из-за ребенка. За всю историю меня пригласили в офис внутрь. Такого у меня еще не было ни разу. Сейчас угостят тортиком и кофе. Я, честно говоря, удивлен. Доброе утро всем. Страна странная. Короче, проснулся я в Орегоне. Штат. Ох, нифига, радуга прикольная. С утра пораньше. Время 7 утра. Офигеть. Нифига сидит. Смотрите, нет, это солнце, а радуга есть. Офигеть. А, вон там солнце встает. Смотрите, какая красота. Тут такой запах, в общем. Леса, влажность такая. Ну, приятная влажность, прикольная. Вот, сочетание с этим, с лесом, в общем, гнилого дерева и влажность. Прикольно. А мы сейчас, в общем, поедем, продолжим нашу поездку. И я думаю, мы сейчас доедем до деливери сразу. Прежде чем поехать, сделаем PTI. Пойдемся по колесам. Продолжение следует. Хотя надо сзади подойти. Упс, а вот это вроде спущено. Хотя нет. Нормально. А так по виду спущено, я не знаю. Может, потому что на пригорке стоит. Сейчас проверю этим еще. Давление пригору. Манометр вот это. Вроде так. Ну, что он супер. Так, лампочки залили. Проверим, чтобы все светили. Будет, будет. Супер. Тут это мох еще. Запах. Не знаю, видно, не видно. Это муха. Леса. Влаги. Супер. 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 Там какая красота. Ого. Что, думаете, нормальная колесо? Да, соточка. Да, нормально. А так по виду кажется, что спущено. Ладно, погнали. Черт, поехали, ребят. Прокатимся. В общем, мой апоэтмен сегодня на 7 утра. Уже в 7 утра я только еще даже не выехал из-за ригона. В 7 утра он в Калифорнии был апоэтмен. Так, для информации сообщить вам. Я даже не знаю, успею я сегодня к вечеру разгрузиться. Смотрите, какая красота спит. Но только что диспетчер звонил, предупредил. Короче, я не буду рвать это. Сейчас мясо на себе, так скажем. Как приеду, так и приеду. Если что, завтра разгрузят. Сейчас проезжал тут вайстейшн, и передо мной трак остановили на инспекшн. И, ну, местные ребята знают, в Орегоне особенно не перепишешь. Потому что везде фоткают. И, короче, еду по электронному локбуку, так скажем. Вот так, там пусть постараются уже под меня. Вчера меня поздно загрузили. Как бы не моя особо вина. Еще прикол я вам сейчас расскажу. Меня вчера разгрузили. И они такие говорят, короче, Ты должен будешь разгрузиться завтра сам. Ну, не сам, а я должен буду помогать человеку, который меня будет разгружать. В общем, я должен подавать ему елки. Вручную, в 452 дерева. Подавать ему руками. А они все грязные и мокрые. Я говорю, я этого не буду делать, даже не собираюсь. Так что, поищите какие-то варианты, способы. Они говорят, нет, ну, у нас договор, все, вы взяли груз, как бы, туда-сюда. Ну, короче, я звоню диспетчеру. Не знаю, диспетчер говорит, езжай там, что-нибудь придумаем. Я предупредил, что я не буду даже притрагиваться к этим елкам. Я говорю, я бы лучше, давай, лучше бы мы другой груз взяли бы, чем, блин, за... Ну, не такие уже прямо большие деньги, чтобы, знаете, 450 елок вручную разгружать. Вот, как бы, это, я сказал, я лучше пустой бы поехал бы, как бы, без груза бы, чем, блин, эти елки. Даже окей, там, тысячу долларов заработаю, ну, пофиг. Короче, я не знаю. Ну, это мое мнение. Ну, в итоге я еду, я не знаю, что будет там у нас в Калифорнии. Найдут они людей, чтобы разгружать. Кто там мне говорил, типа, не загадывай, наперед. Вот, я не загадываю, я, как бы, предполагаю, и как не загадывать наперед, не мечтай наперед, не загадывай, не думай наперед. Это дорога. Ну, я не знаю, я не придерживаюсь к этим традициям, короче, или, как это сказать, суеверием, да. Короче, тем более, я, как бы, веду блог, да, я, ну, я хочу поделиться своими мыслями и сказать. А что будет там дальше, мы узнаем, как бы. Если я сейчас не буду загадывать или говорить об этом, то видео не получится живыми такими, да, получится такими более наигранными, да. А так я снимаю, как есть. Вот еду сейчас, вот, что у меня в голове творится, я говорю, да. Это для вчера, честно говоря, у меня уже шок был, да, ну, это уже было поздно. Туда-сюда. О, новцы посылся. 450 елок разгружали вот так, они все грязные, мокрые. Вы видели, как они вчера грузили? Вот эта вот линия была, они туда залетали. И там сколько мексиканцев было? Человек 10, блин. А тут я, типа, один буду, потому что вот эти договора вот эти придумали, чтобы водитель разгружал. О, пипец. Ну, как так? Едешь, слушай, едешь тут, можно сказать, не спишь, полночи валишь, 500 миль нонстапом, и потом это, еще разгружаете, 450 деревьев, блин, брокер, вот хочется вот в табло зарядить ему, блин, пипец. Вот реально аж бесит, блин. Вот приехал такой еще, всю ночь провалил такой, пацаны, все окей, локбук переписал. А, 450 деревьев, давай, сделаем детям счастье, это на Новом году, разгрузим вручную и все. Блин, колбасит конкретно, вот так, если вдуматься, вот, реально, мой опытный был в 7 утра, меня загрузили, я приехал в час обеда, загрузили где-то в 7-8 вечера, я там целый день прокуковал, потом вали до 7 утра, конечно, я не валил до 7 утра, что я, дебил, что ли? Это, еще, короче, разгружай сам трейлер, блин, вообще и, б***ь, обвиняюсь, проматерился, ну, блин, ну, пацаны, а как, а как тут, как по-другому тут, а? Вам показывало, что, типа, меня пирожным угостили, это, там, хот-догом, там, это, типа, понятно, почему они, как бы, такие, типа, любезные, короче, типа, Она на меня такая, еще говорит, а шо ты, типа, это, ты, типа, юз, юз стронгмен, короче, она мне такая, говорит, ну, да, сильный, но не для этого, чтобы деревья разгружали, блин, и целую ночь валить, шо я? Я не знаю, вот, те, кто, вот, будет брать такой груз, прежде чем брать такой груз, подумайте, и посмотрите там, с диспетчером своим лишний раз созвонитесь, и узнаете про детали, Я не знаю, как у меня будет дальше, я вам еще скажу Ребята, ну, есть такая приятная новость, сейчас я с вами прямо спешу поделиться, прямо очень хочу поделиться Хочу передать большой, огромный, прямо вот, дружественный, не знаю, привет Город Чехов, Московская область, Сергею Сапельникову и его жене Лидии Эти люди уже в годах, но я от моего очень хорошего друга узнал такую новость, он с ними поделился, хотя он их тоже не знает Ну, как-то вот так до меня информация дошла, что вот эти вот ребята, Сергей и Лидия, они каждый вечер, может, не каждый вечер Смотрят мои видео, кроме Ютьюба, они в интернете ничего не знают И купили карту США, и вот так они включают видео, обозначают на карте флажками, откуда я выехал, куда еду, вот так смотрят, переживают Как бы с одной стороны, у меня вроде подписчиков много зрителей, а с другой стороны немного по масштабам Ютьюба Очень много каналов, которые заваливают за 100 тысяч подписчиков, за 500, за миллион и так далее У меня как бы там 40 тысяч там, туда-сюда вроде, вроде как бы повещаю и туда-сюда А тут Сергей Сапельников, его жена, как бы незнакомые мы друг другу люди Я Сергею гожусь в сыновья, он мне в отцы Вот я сейчас сижу, вот еду и думаю об этом, ну как так, я не могу понять, да Вот люди какие-то незнакомые, вот включили видео, купили карту США И это не мои слова, это я слова передумываю моего друга Олега Он с ними поделился, а я хочу передать вот Сергею и Лидии, как бы большой, огромный привет Сейчас из штата Орегон, от меня, от Лени Михова, блин Просто сказать тебе, батя, блин Короче, спасибо большое, не знаю, может быть вот частичка вашей энергии Когда вы там что-то отмечаете, да, вот это, на карте вот это вот, все смотрите и думаете про меня Как-то она мне дает силы, да, может быть Я, ну я не знаю, все-таки какая-то энергия у нас существует И вот этот вот долгий рейс мой, месяц, вот то, что я выдержал, моя семья, как бы вот это вот выдерживает Может быть благодаря вот таким людям, как вы, какая-то энергия между нами передается Вот не могу понять, это в Орегоне такие правила или что Чувак едет по обочине Он еще меня обогнал, кстати, по правой полу, по обочине Недавно Включил аварийки А если кто-то будет на обочине стоять и в то время, когда он меня будет обгонять Или вообще там, что там Сейчас бывает на обочине стоять Или это Орегонские правила, я не знаю Вроде знаков не видел никаких О, снег пошел на перевале Тут такой довольно серьезный перевал Где-то уже около часа, блин, туда-сюда Это сейчас мы будем выезжать из Орегона на Калифорнию Или уже выехали на Калифорнию Вроде нет, не выехали Смотрите, какой потрясающий вид Офигеть Суперский Все, ребята, это мы в Калифорнии уже Если что Снегоуборочная техника уже на готове По пятерке, если что, едем Перевал находится на границе штата Орегона и Калифорния Остановился на Рест-Эре Смотрите Какой вид у нас тут в Калифорнии Прохладненько Градусы плюс 5, плюс 7 Гора высокая Прохладненько Прохладненько Едем